Очнулся я в болоте, очнулся я в болоте. Короче, карательный отряд взорван и меня забросил обратно к врачу на аквайку. Сколько я проторчал-то здесь, мужик? Я себе представляю, своими руками активировать минус неисправным тайперам и остаться в живых. Это даже не в рубашке надо родиться, а в лисьей шубе, шапке и красных сапожках. Когда Вероника рассказала, что случилось, мы бросились раскапывать обломки корабля. Думали, повезет, если найдем, что хранить. И что же? Слуги в кашу, а на тебе не царапинки, а глушила только. Или кто-то там наверху тебя хранит, или одно из двух. Ну, конечно, одно из двух. Чувак, я бессмертный, мне сам Нехас это сказал. Две новости. А, началось. Ну да, получается... А, че я, че я, че я? Че я, да-да-да-да-да-да-да-да, вот. Вот. Это и есть конец тащим-то. Я прошел весь левый рог, теперь надо пройти весь правый рог. Восточный пост. Теперь пиздюх... Ой, мимо. Пиздюхаем на свалку. Токсичных отходов, так сказать. И, собственно, Ирдрих будет закрыт. Как реальный, так и виртуальный. Ну, тут остается только самая-самая мелочь. Открыть вход в пирамиду ТЭПа. Впрочем, он открывается так. Формально. Это вам не МГ, блин. Который выполнять придется завтра опять. А-а-а. Три дня открывать, блин. Получи тупые. Зачем так было делать? Исправили бы уже. Такие дела, такие дела. С другой стороны, даже как-то веселее. Апну 55. А чё апну 55? Кастрала-то с камнями нет. Я даже за зелеными камнями не слетаю. Блядь. Да, блин, отвали от меня. Туалет меня, блядь, толстая. Отлично. Ты себе представляешь, вчетвером троим проебать. А до этого втроем двоим проебать. Ты чё? Вполне себе представляю. Наши как-то в пятером умудрились проебать чехом. Кстати, ты в курсе тоже, что вчера Калашников сказал, да? Да, наверняка. Я в курсе. Ну вот то, что наши в большом счёте проебали евро-хоккей-тур, это, блядь, вообще фейл. Вот это вообще был дичайший фейл. Я обижен, пиздец. Это же, блядь, не футбол. Это хоккей. И в нём нам не должно быть равных. Ну ладно, конечно, там предолимпийская подготовка, вся хуйня. Они особо напрягаются. Поменьше травм, блядь. Не поверишь, воин Папандер со мной в гильдии. Верю. Так ты напиши. Ты же реальный кельтоста. Напиши, типа, Папандер, какого хуя ты тут делаешь? Ну надо ж попиарить. Пиарить, пусть все думают. Пусть боятся, вспоминают. Убить культистов. Ну там он начнёт чё-нибудь. Выебываться, так скажи. Хули ты тогда спиздил ник чувака, с которым я, блядь... А сколько, бля, мы летали-то? Год, наверное, да? Бля, мы летали. Да год точно. Вот она едь на неё, блядь. Типа, какого хуя, блядь? Типа, блядь, пырыш моё. Вообще, я не ворут, ебись к нам. Типа, блядь, ну ало. Типа, блядь, нас сейчас опять взъебут. А чё, кстати, там за Папандер-то хромовник? Нет. Нет? Охуеть. О, слушай, мне же не у кого спросить. Блядь, у меня даже доступа в мир нет. Спроси у чуваков, если там есть 60 уровня, сколько стоила смена класса? Сколько она в среднем стоит в месяц? Так, а чё это я? Детали устройства. А, ну, мусорш, это я перебью. А, ладно. А, так меня ещё за змеёнышем сюда пошлют. Ну ладно. Чё это я? Я, получается, рано запись включил. А ты как рано? Почему? Сейчас Горыныч, собственно, и всё. А дальше только встреча с Тэпом. Вон там. Вот тебе мой синий фалус на, сука. Ну, на, ебать. На тебе зелёный кончай. Вот тебе красный. Сейчас синюю достану дожди. Вот так вот. Годи, а чё, чё, кто-то писал, что ли? А, чё? Говорят, ты... Блядь, заебись. Вообще чат переключил. Пиздец. Сразу пропали все. О, здорово, мужики. У вас так дохуя, вы такие смешные все. Привет. Открой глаза. Бля, да у тебя пирсинг в носу. Ну, это пиздец. Хуже бородавки, блядь. Схвояж, понимаешь. Флёрдердер. Разбилось сердце милокурой. Флёрдердерис. Блядь, чё я делаю теперь сам-то уже. Блядь, чё я делаю сам. Бать. Чё-то херня какая-то. Ты кости. Стоп, ни хера. О, не, я думал, он 14 золота стоит. Говнищик дают. На хер она мне нужна. Что там, гайки. Вот гайки это дело. А вы, блядь, не страдаете. Да что ты, на, блядь. Модемами скрипят тут, понимаешь. На. Блядь, а он чё не убился-то? Я шо, в него не попал, что ли? Эй, чмышник. Чмышник. Чё, чмышник. Чмырь. Убей, сон. У угнетателя, что ли, саквоя, что ли, чё? Да, получается так. Товарищ угнетатель. Угнети меня. Саквояж. Какая? Да мы пойдем, нет? Окей, не надо, как кончишь. Даже не написано, что задание можно выполнить. Пуенно. И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. Иди ты в жопу, 7500 платить. Уплатить. Икспы, и кого-нибудь резать опять. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, демон. Скукошь убью его обратно. Винки. Не спокойно, милый друг, но это стандартная тема. Продолжаем прокачивать, так сказать. Блин, а сколько мне их надо? 4 из 20, ёпта! Вот она, затычка стандартная, блин. Ещё бы 100 попросили бы. Да на, ёпт! Почевряжется будет ещё. Да что ж такое-то? Здорово, хрен. Не ждал. Так вот, отхилился. Ну как отхилился? Сколько выбил, столько и отхилился, конечно. Ну ничего, и не такое бывает. Я-то не могу, куда мне надо идти. Ладно, хоть одна теория. Готов. Пусть нового года будут все мебели обновлять, прикинь, Макс. Я вот сейчас, сам высказался, заебали меня эти, блядь, аромболсы и все хуёлся, это до ужаса. Что такое? Пиздят постоянно то, что... Вот, типа, гнари, я написал то, что, ребят, я сам, мне пишут, Макс тупит, я пишу. То, что, типа, блядь, я просто от вашей лучезарной талантливости в шоке. Все вокруг, по сравнению с вашего таланта, углубки, только проблема в том, что вы ноете, а делать ничего не можете. Так что, кто ещё из нас тут вид, это вопрос. Всё, сразу все заткнулись. Никто ничего не писал. Большего ответа. Ну потому что, блядь, это правда, нахуй. Бесит просто. Стандартная история, знаешь, это... Вот просто бесит, нахуй. Это диванный эксперт, понимаешь, это есть такая хуйня. Категория граждан есть такая. Диванный эксперт. Это нормальная фигня. Вот, стандартная, ты ещё, знаешь, я ещё храмовником был. Вот, твой билд, говно. Ну, блядь, ну, пожалуйста, мой билд, говно. Так что, что на доминионе-то опять высосал, блядь, со своими десятыми рунами? В чём проблема-то? Билд, говно. Ты меня ещё учить будешь, родной. На арене пизды получил. Ну, кого ты учишь? Ну, что вы смешные люди, блядь. Вот, на форуме будут обсуждать, блядь. Написал один раз. Один раз чувак задал вопрос. Ну, ладно, без него, например, расскажу. Вот, в общем, один чувак задал вопрос. Можно поискать эту тему, наверняка, найдётся. Задал вопрос, что, как там лучше сделать? Вот, я посоветовал. Ну, вполне себе обстоятельно, так расписал. Фу, блядь, советы, нуба. Этот, ну, блядь, всех ебал на всех возможных батлграундах. Тоже мне, блядь, гения ебаные. Вот очень я люблю таких людей. Вот просто до невероятности обожаю. Так, привязан. Привяжется. Привязан. Сейчас попробую всё привязать. О, спело. То они что, блядь, больше трёх не стакуются, что ли? Да что ж за жизнь-то? Не нацепи. О, тут вендор мира рядом. Ещё никуда не пропадёт. Пойду, вендора найду. Так что, таких вот диванных экспертов я, блин, в гробу увидел. А это нормальная история. Вот, чуваки, вместо того, чтобы ныть и чё-то там всех хуями обкладывать, вы попытайтесь взять инициативу на себя. Если вам говорят, что в какой-то сфере вот ты говно, ну так возьмите и сделайте лучше. И не парьтесь, и не надо обрёхиваться, не надо вообще ни с кем спорить. Это абсолютно бесполезная трата времени. Просто возьмите и докажите обратное. Поставьте того, кто навъявывался в дурацкое положение. Станьте самым результативным членом команды по гублиноболу. Вот так вот. Просто вот хуяк и всё. Это моментально затыкает всех, вот кто любит повъёбываться. Моментально. Так, а где змеи, которых мне надо перебить? Так. А они выше, что ли? Или где, блядь? Ну, пойдём. Угу. Так они и должны быть вот там же, наверху. Я ж помню, там Горыныч летает. Разве нет? О, блядь, не змеи обрывок цепи, не змеёныш, ни хера. Просто змеи на цепи, а собирать надо обрывки. Вот уроды, блядь. Сразу-то внимания и не обратил. Где контекстное действие? Блядь, по колено в говно пришлось вступить. А, ловоды. Вот опять. Опять по колено в говно. Решил вернуться ко мне? Видимо, не очень. Продолжает глючить. А, вчера я глючился. Ага, да ты вчера я глючил, сегодня глючишь, я смотрю. Вот вылетел. А чего вы мозга ебёте? Протащите себе отдельный интернет. Нельзя. Почему нельзя? Пожарно-безопасное здание против. Какая нахуй пожарная безопасность? Как сказать? Ну там, короче, ребят, которые за противопожарную безопасность, да? Ну. Они, короче, не разрешают вообще проводить интернет. Самостоятельно. Я, блядь, уже давно к себе подключил. Сам знаешь, какие расценки в Москве. Так, можно поступить ещё проще. Соседние дома есть? Ну да. В любое окно напротив находишь кого угодно. Он тебе даёт пароль от своего Wi-Fi, блядь, и всё. Интернет пополам. Делов-то. Так вот, надеюсь, хуй меня. Блядь. И у меня, прикинь, мне не зачли, блядь, вообще ничего. Конечно, ты же вышел из мира. Да, я вылетел, короче, мне не зачли, короче говоря. Гублин, напомню хуя. А чё ты ожидал-то? Блядь, да это пизда. Ещё к тому же баннер не пили в котёнка этого ебучего. О, всё правильно. Клин неправильно. Почему неправильно-то? Злость одна только. Одна злость. Какая злость. Вот объясни мне. Я не могу понять, почему люди некоторые впадают в какую-то непонятную, реально необъяснимую лично для меня ярость, когда они копаются по колено в говне. А потом ещё удивляются. Блядь, чё это я измазался-то? Ну ты же с херовым интернетом полез, блядь, реально в говно. Вот чё ты там делал-то? Полчаса нихуя не делание, по большому счёту. Тебе оно надо? Разонно. Не знаю. Прекрасно знаешь. Тебе, блядь, вылетишь через минуту. Нет, блядь. Ты понимаешь, обидно это, когда на арене. Это другое дело. Но на арене существует... Блядь, надо такой костюмчик себе потом купить. На арене-то и даётся время на перезаход. А тут у тебя его не будет. Вышел из мира, пошёл нахуй. О, магика. Мист магика. Эльфячка в папахе. На бронированном носороге. Я с сузьки пяточком. Блин, мимо. Опа, как мимо. А где проход-то? Вот он. Эть, эть. Пойдём сажать змея на цепь. Корыныч! Корыныч, я твой хвост драл! Ты где? Мне не сюда, мне туда. Но всё равно я иду правильно. Правда, какими-то аккордными путями, но иду правильно. Короче, я вышел из гимна. А ты не спросил. Что? Спроси, а он молчит. Да я не про это. Ох. Горыныч, какой-то дохлый здесь. Но зато с тремя башками. Чувак, ты что-то пиздючный больно. Вали, вали. Ты какой-то худенький. Для Горыныча. Змея, блядь, вылезай. Нет? Ты хочешь? Ну ладно. Всё, съебался, Горын. Ничего-ничего, я с тобой вернусь, сука. Я с тебя ещё... Жизел сковырнул. Играет шармонка. Кстати, интересно. На Новый год, короче, первый канал решил сэкономить денег. Эй? Да, реклама, короче, дохуя. Да, я вот обед, короче, готовил, посмотрел первый канал. Денег тратят дохуя. Реклама, как обычно, стоит дохуища. А, короче, концертная программа, какая-то, блядь, быдло какое-то собрали непонятное. И чё-то там, короче, какой-то концерт. То есть, даже не стали разоряться на ещё большее быдло. Типа Галкина, Баскова и прочего говнища. Типа звёзды. Забавно. Ну, теперь возникает вопрос. Чё ж, блядь, Галкин делать-то будет в новогоднюю ночь? Сокровище Влада. Влада? Вот пойду, Влад возьму. А, во, бабл мне дают. Сфера неуязвимостей, бубль, 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 гум. Бубль. Оуу, 10 000 ебать. Чего 10 000? Знаю, это хуня. Играет музыка. Все. Сокровища Влада запилены. Мне теперь остается только прорваться за... За горизонт. Да нет, конечно. Но мне нужно будет прорваться к пирамиде Тэпа. Но я хитрожопый, я сделаю проще. Во-первых, у меня костюмчик модный. А во-вторых, так короче. Оп. И все равно мне сейчас через портал нужно будет прыгать. Здорово, Прохор. Дышь. Да-да. Траванулся. Блядь, 1600 уже прилипло. Траванули меня. Лечиться надо срочно. Вероника. Лечиться надо срочно. Говорить с семейкой пухлых. Понял? Так вот. Что-то, ну-ка, отдайте центр иллюзии. Что-то я не понял, я кого-то... А, блин, не тот. Там этот гиберлинг, ё-моё, дурацкий. Вот это был квест на 20 этих. На 20 халявных зарядов лябии. Чё-то, 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 я не вижу чё-то, чтобы чё-то, чё-то мне давали. Крайне неприятные последствия змеиного укуса и выносливости меньше, но на 10%. Беда, беда. Как мне с этим жить? И что это? Зачем тебе волк-то, родной? У меня всё лагает. Надо комп заняться, перезагрузить. Я то уже месяц, наверное, не выключал. Что? За аккумуляторами-то пошлёшь? Пошлёт, конечно. С механоидами. Надо добыть 10 батареек. Нет, чувак. Я твоих гуманоидов обносить не буду. Вот так это всё просто. Конечно, работает её просто. Хочешь стать капитаном? В Астральной Академии Новограда. Ну надо же, сокровище нового слоя. Поговорить с наймитовым. Да ну нахрен! Ой. А, ну ладно. Корабль дают на 54-м уровне. Оу-е-е. Марина. Чук-чук-чук. Поймаю урину, Марина. Так. Здесь есть свинья! Какая свинья? Откуда? Хм. Что за свинья? Ну окей. Пойдём поговорим. В Новогораде. В центре иллюзии находится Сильва Чи-Чиу... Как она называлась? Чи-Чи-Чи-Чи. Чиу-Тау, что ли? Или Чилина-Тау. Как это, блин? В ней живёт страшный народ Тикуани. Наймитов. Скажешь, что доброго? Я пришёл к тебе, родной. Поговорить. Проявилось астральное чудо-машина. Астральная авантюра. На корабле наёмников долететь до астрального острова. Принять. Зашибись. Тут вопросик, конечно. Кто хочет стать капитаном? Я хочу. Нет, я не хочу. О-о-о, проживают на дне океана. Ага. 300 мёртвых капитанов. Поговорить с Морисом ДРДР. Так, говорил. Морис, как тебе, заебись? Подать Морису астральной академии навагата распоряжения о начале постройки нового корабля. Принять. Начать строительство. Ну наконец-то! Ой. Так, разузнать о моём корабле. О прогрессе строительства. Девять дней, 23 часа, 59 минут, 50 секунд. Десять дней! Ха-ха! Долететь на корабле наёмников это всё, конечно, зашибенно. Но для начала я отправляюсь на Ердрихоубежище повстанцев. Затем я отправляюсь на в матрицу. На в матрицу. В на матрицу. Ой. Маг импв. Упорт збс. Понятно. Так. Вы заняты. Я занят. Ну, местами. Иногда это бывает. Тыщ. Мне надо поговорить. Мне надо поговорить, мне надо поговорить. Мне надо поговорить. а мне надо поговорить с семейками толстых толстые здесь здесь гадал и все не здесь только толстая чуваки бляда вы реально толстые у меня нихили не так отожралась на казенных харчах расспросить о горе главного фендер фендера у меня пол интерфейса пропала но миштяк что-то скажешь алька две стрелы понятно не будем считать что поговорили что ты скажешь ничего тоже будем считать что поговорили гайки гайки бумеранги гайки 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 камни 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 монетка а проституция история а нет мне же конечно же нужно поговорить с куати молчаливой эрнесса из гильдии ускакала на своем волшебным белом льве волшебная йольфа 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 лоло динка из гильдии реликт серьезные ребята белые льве а то у них есть как все запущено через пропасть и полукрылый найти в удушливых джунглях и удушить ого то душливые джунгли пара парам пам вот он рухрен полукрылый да что ты а копьяцом по ебалу на нет не хочешь ну ладно так расстреляем тогда возьми мой голубой фаус где поможет на копье чтобы хорошо человек живой их было шестеро клево а нас было пятеро мы короче летели спасать галактику но не очень получилось короче война началась нас всех подняли по тревоге и мы всех порвали такие дела нас же было пятеро их было целая армия я живой привет вами конечно же я не буду конечно же я не буду с вами церемониться у него уж не хрен тут еще бегать спасать вас лоуна хреновая парам парам пам не пройти и не пролететь оптимистичненько мне дали 5 навыков 5 очков умений а это значит что если дадут еще одно то можно будет колдовать а я пока пока покачиваюсь с перьями на шляпах у любого уважающего себя мужика две головы одной он думает второй тоже думает но за жену все атакующие механизмы наносит на 16 процентов больше урона ха указатель выноса увеличивается емкость щита гаубицы увеличивается взять что ли нет мне важно потом конечно же докучаем что ты зайка моя милая и что какой блять совсем озверели с флагами подненькими тут шастать будут ну да звончики ну что кавабанга блять я не там спрыгнул кажись с хриком черепашек ниндзя я пизданулся не туда а телепортироваться в станицу лиги ёптвою это я лоханулся конечно сейчас придет приперся сучок где этот вы блядок то я никак не найду вот им с поднятым флагом бегает пизды от меня получил шлюшка все равно с поднятым флагом пришел вот блять тупая мразь да блять она тупая блин второй раз опиздюлен смешные инженеры бля вообще я угораю и уже объявили конкурс на каталог руководств блять да если все такие дебилы как кто блять там руководство сейчас напишет блин ну а вот сим ну реально вот блять ну просто пиздец да басачки просто так смешно два раза чувак получил пизды да первый раз нечестно второй раз вообще блять ваншот капсоски какие-то да что за люди а вот прыжок веры прыгал то я правильно но не вовремя в этом брутал инженер добавляет меня в друзья кто эти люди о что-то знакомое я по моему с ним и качался ну окей поехали обратно в душливый джунгли опять этот клоун придет да блять объебан вообще на кого-то на полу и попы это прыжок вера запили я пришел правильно я неправильно прыгнул блять может и не отсюда прыгать то надо я забыл я уже потерялся на всякий случай а то сейчас опять придется ползать вот это усоса смешной чувак вообще 56 уровень главное а я только что 55 апнул и и не потратил 5 очков развития его дерет вообще какой-то ну а если правильно а вот так вот короче закрывается последняя часть юрдриха дальше дальше чебурашки череп какой-то в пизду череп чувак вот ты вот ты ты из-за тебя чувак однажды mail.ru закроют нахуй то есть звездных войн попиздят чупчика блять и этого и тимона с пумбой короче вообще жопа какая-то но вот из-за тебя реально могут закрыть а пока улыбайся синие ебало блять как я ненавижу эту локацию да блять чебурашки эти ебаные ненавижу это ненавижу эту локацию блять вот реально тошнотворно ну ну хуя чебурашки блять такой же пиздец это было одновременно что катаклизмом в этой в варкрафте какие блять пан панды блять какие чебурашки да вы ебанутые пиздец но нечестивцы ну ладно я пошел качаться короче